Приветствую вас на очередной встрече Международного медиаглуба Формат А3. Сегодня у нас в гостях журналист телеканала Россия 24 Ольга Курлаева. Поприветствуем. Я позволю мне вставать, наверное, не буду, потому что я сегодня очень много ходила, вставала, поэтому у нас вы сидите, и я буду сидеть, и давайте сразу проведем встречу в неформальной обстановке. Ну, многие из вас не знают, кто по Фейсбуку, кто лично знаком. Я не знаю, нужно ли вам представляться, насколько вам интересна моя биография, где родилась и кем крещена. Либо мы сразу начнем с вопросов. Вы мою историю, наверное, знаете, да, я выдворена из Латвии вместе с супругом, собственно, из-за того, что я представляю, как и все российские журналисты, угрозу в национальном безопасности. Вот, и помимо этого, моим выражением я пригласила латышского журналиста, который следил за мной из пустов. Ну, а как еще можно общаться с российскими журналистами? Я пригласила его в Крым, который, на удивление для латышей, российский журналист признал российским. Это кусок интервью крутили по многим латышским каналам, то есть народец немножко пугали. Вот. В телевидении я лет 18, наверное, хотя по профессии кардио-аниматолог, но так получилось. То есть прошла свой путь от простого продюсера, телеведущего, собственно, автора политических таких историй. Последняя моя жизненная такая буа, я снимаю фильмы в тех странах, где нагнетаются именно русофобские настроения. Это как была, как бы, чаще всего это младо-европетия, то есть это страны, которые были раньше в соцлагере, или были союзными республиками, а теперь признали главным врагом и источником всех бед именно наш российский режим, как они его называют. Естественно, обострилась ситуация после 2014 года. Крым нам не хотят прощать, но мы, в общем-то, и не хотим просить прощения ни у кого. Ольга, расскажите, над чем вы работали в Латвии, почему вас все-таки оттуда так вытворили? Я еще раз повторяюсь, в Латвии я не работала. Мы приехали туда абсолютно с другой целью. У меня уже была туристическая виза, у меня была виза рабочая, я имела право, собственно, заниматься тем, чем я имею право заниматься на всей территории Евросоюза. Но сначала выдворили моего супруга, признав его персоной Ноленграда с 2015 года, хотя он находился в Латвии, ну, где-то по паспорту, если посмотреть, ну, раза три-четыре точно. То есть, выезжал и выезжал. Я в Латвии ни разу не снимала фильмы, я снимала в соседней Литве. Фильм был достаточно скандальный, он рассказал абсолютно известные факты про действующего президента Литвы, да, Люпы Ликарповну Григоускайды. Как мне потом рассказали, многие литовцы мне писали, впервые в жизни за 8 лет своей каденции, срока, да, президентского, ну, чтобы вы понимали, что там тоже сроки по 8, по 10, по 12 лет, это нормально. Только в России ненормально. Вот, а впервые дала интервью своему телеканалу и рассказала о своем прошлом. Ну, видимо, Архим попал в точку. В Латвии, ну, были планы, конечно, поработать, хотелось понять, почему угнетается русскоязычное население, почему школы, русскоязычные школы закрываются, переводят, точнее, не закрываются, они переводятся с преподавания русского языка, переводят на латышский. То есть, сейчас получить среднее образование без латышского языка невозможно. А идти на компромисс, как вот я сейчас узнала здесь, в Крыму, когда три государственных языка в Латвии не хотят. То есть, хотя многие голосуют за два языка, все, это и Риги Ушаков, и Салат Галя, да, этот, да, Гас Пьюс, но это бесполезно. И демократия. Ну, выбор предложен, но вот они решили, что не должно быть, хотя я уже не раз говорила, что в Риге население 60% русскоязычное, и детям лишиться преподавания на русском языке, и это очень тяжело перенести. После того, как выдворили моего мужа, которого признали персоной монграда, сообщив анонимно, мы будем так говорить неофициально, что причиной послужил фильм, который он снимал в 2015 году НАТО «Уварла», А для стран-надоевропейцев, которые отдали свои земли под базы НАТО, каким-то образом сказать что-то плохое про бойцов НАТО, ну, это вот нанести просто прямое оскорбление в стране. Несмотря на то, что сами ландыши, которые живут, да и литопцы, которые живут в странах, в городах, которые рядом с базами НАТО, они очень-очень-очень негативны к этому относится, потому что солдаты творят непотребство, достаточно серьезное. После того, как выдворили моего мужа, его нормально выдворили, дали улететь, дали пообщаться с прессой, все остальное, видимо, отработали, ушли ошибки, и через два дня, через сутки, будем так говорить, выдворили меня. Меня выдворили уже, соответственно, с тем же постановлением о угрозе национальной безопасности, но лишив всех субгенций и преференций, то есть не дали воспользоваться вылетом, положенным мне на самолете. Посадили в инфляционный лагерь, то есть это такой специальный лагерь для беженцев построенный, я сидела в закрытом типе, то есть я смотрела, как арабские нелегалы могут себе позволить ходить что-то покупать, это у меня была такая камера небольшая, там двухъяростной кроватью, покрытой клееночкой, в общем-то, душевая, как говорится, отсутствовала туалетная бумага, видимо, потому что готовились к арабскому менталитету. Ну, это не суть важная. Пограничный пункт пеший, называется он Терехово-Бурачки, и это еще 320 километров по Пскову. Отвейские власти любезно предоставили мне возможность воспользоваться рейсовым автобусом, который идет часов через пять, и идет он до Москвы, ну, часов двадцать, наверное, как минимум. То есть вот ночью я переходила домой, меня встретили наши российские пограничники, которые весь день наблюдали за моим путешествием, мне аннулировали визу, которую, собственно, не имели права даже трогать, потому что они ее выдавали. Вот, видимо, потому что очень боятся российских журналистов, что уж такого мы можем сказать, чего не знает весь мир, и тем более латыши, мне до сих пор становится непонятным. Но я благодарна латышским властям, они дали мне возможность снять очень хороший фильм, причем основанный на реальных событиях. Без них у меня бы было сложнее, на самом деле, и картинка другая, и отзывы были другие, а здесь все пришлось прочувствовать сирусофобию на себе, на собственной семье. Единственное, о чем мы жалеем, что мы не взяли с собой дочь, то есть она тоже журналист, и у нее фамилия, соответственно, такая, как у меня. Вот интересна была реакция, они через три дня ее тоже депортировали или нет. Вот как была такая история. И Европа отреагировала. Да, и безусловно. Мы с этим вопросом. Несмотря на то, что были новогодние праздники, в России с этим были проблемы, потому что отдыхали и посольства, и все, и... МИД тоже, но хотя тоже они отреагировали, Европа отреагировала, в том числе АБСЕ отреагировала, Союз Ассоциаций международных журналистов России, там тоже делали заявление, что антические власти поступают неправомерно, выдворили целую семью журналистов с достаточно мутным таким размытым объяснением, что выдворено за... потому что несет угрозу национальной безопасности. Когда мы пытались уже выяснить, что же собой представляет угрозу национальной безопасности на самом деле, тогда уже было сообщено, что эти сведения являются гостайными. Делается это очень просто для того, чтобы адвокаты не смогли оспорить решение, потому что доступа к государственной тайне, но адвокатов нет. Вот, собственно, поэтому... Это, кстати, не российские адвокаты не сказали, это сказали латвийские адвокаты, у меня их несколько штук, которые сами проявили желание, инициативу помочь нам получить некие изменения, может быть, со стороны Латвии. Ну, также позвонили из ООН, тоже хотят делать определенный доклад на эту тему, но сказали, что это все очень нескоро, очень не быстро. Махина вот этих правозащитных органов, она достаточно долгая и неповоротливая. То есть он будет в течение трех месяцев только вести переписку с латвийскими властями. Зная скорость работы спецслужб в Латвии, вы уже поняли, да, они три мужа, три года моего мужа искали, который ездил через границу туда-сюда. Можно рассчитывать, что это будет лет через шесть. Вот, собственно, такая история. Дорогие друзья, вы можете задавать свои вопросы. Вопросы мы задаем, вы поднимаете руку, я ее вижу. К вам уходит наша помощница, дает микрофон, и в микрофон, пожалуйста, задавайте вопросы для того, чтобы все не задавали их пора. Есть вопросы? Да, Настя, пожалуйста. Андрей Трофимов, председатель Союза журналистов Республики Крым. Снова здравствуйте. Да, снова здравствуйте. Значит, мы с вами уже сегодня общались, правда, формат у нас немножко был вновь, но вопрос, ну, все-таки, достаточно важен и для меня, как для журналиста международника, и для наших крымских коллег. И связан с тем, как вы оцениваете глубину и широту работы на государственном уровне с нашими соотечественниками за рубежом. Вот с теми самими 60% русскоговорящего населения людей, с теми нашими русскоязычными людьми, которые считают себя частью русского культурного мира, русскоязычного пространства, которые в силу разных причин остались за рубежом. Это еще наши люди, или они уже не наши люди, а русскоговорящие европейцы с присущей Европе менталитетом, привычками, штампами, русофобией даже где-то в чем-то. Как вы, человек, который бывает там, можете это оценить? Спасибо. На самом деле, очень хороший вопрос. Действительно хороший вопрос. Они себя считают русскими, но не россияне. Не надо путать, они живут в другом государстве. Множество существует общественных организаций, диаспор, которые поддерживают так называемое нацменьшинство. То есть они считаются некоренными народами. В Латвии существует, наверное, в единственном государстве, с которым я столкнулась, такое понятие, как негражданин. То есть негра. Они так сами себя называют. Негражданин. У них на паспорте написано «чужой». Вот на английском. Это неграждане. Это те люди, которые не смогли доказать, что они, ну даже не доказать, это те люди, которые не присутствовали в Латвии до 39-го, после 39-го, до 39-го. Нет, гражданами считаются те люди, которые присутствовали и жили и родились в Латвии до 19 июля 39-го года. Все остальное, все остальные считаются негражданами, потому что они родились уже после, но потом еще 89-й год, те, кто сейчас рождаются. Вот. Во время оккупации Красной Армии. Все, это Советский Союз начался, и они должны доказывать свою принадлежность к титульной нации путем натурализации. То есть это еще, знаете, вот такое, как по черепам меряют. То есть доказывать они должны, это рядом тестов, в котором признается еще и оккупация Советским Союзом. Это обязательно, ну помимо чтения на Старо-Латышском, еще что-то такое, и оккупация Советским Союзом. То есть вдобавок к этому недавно был внесен еще один закон, который приравнивает солдат Вермахта в АФМСС, которые служили в Латвии, вы прекрасно знаете их много, приравнивает их к ветеранам Великой Отечественной войны. А вот скорее ветераны Великой Отечественной войны, те, которые были в Советской Армии, это нивелирует, у них отбирают эти права. Работают русские общины, работают русские движения, потому что в Латвии очень много русских, русскоговорящих, но они граждане не России. Они граждане не России. Понимаете, если говорить, это другое государство, почему оно должно заботиться? Они не считают своим долгом заботиться о тех, кто не принадлежит к титульной нации. Зачем? Ну если они считают нормальным заявлять о том, что Саласпил, знаете, такой детский концлагерь, в котором у деток брали кровь для бойцов СССР, его признали со слов, с легкой руки Вайера Вики Фрейберга, воспитательно-трудовым лагерем для детей. Вот воспитывали там деток, просто трудом их обучали. И вот наша женщина, ветеран, она ходит на этот монумент и периодически пытается как-то доказать, что, рассказать детям, внести правду, что такое было на самом деле Великой Отечественной войне. Факельные шествия националистов, чествования, шествия ветеранов СССР. Это все вот просто, я не знаю, 16 марта в Парике проходит, это все цветет. В то же время 9 мая, это большой праздник, это очень серьезный праздник, но власти осуждают. То есть не надо смешивать людей, да, и власть. Власть очень сильная. Власти осуждают, вплоть до того, что опять нажрутся эти ветераны, будут горлоницать свои песни и заворачивать в область газеты. А, есть в область газеты. Это слова опять-таки президента бывшего Великого Игоря, ее за это осудили. Поэтому русскоязычная диаспора, она поддерживает друг друга, то есть они держатся друг за друга. Чтобы поддерживала наша страна русских, ну поддерживают, естественно, там российский дом есть и что-то еще. Но эти проблемы очень сложно решить, потому что это страна Евросоюза, уже другого государства, там другие принципы, другая жизнь. Ну, не нравится, уезжайте, наверное, так. Вот у меня есть представитель Литвы, который участвовал в моем фильме, и мы сейчас придется уезжать, потому что его просто затравили. За то, что он поздравил ветеранов с 9 мая. Его уволили со всех работ, сказали, езжайте мне к Путину. Он пока нашел работу в другом государстве, но хочет просто, вот он мне позвонил, он сказал, говорит, я просто возьму машину, я перееду границу, и пусть меня арестуют, но я буду сидеть в российской тюрьме. Потому что здесь ему жизни нет. Вот такое как бы отношение. Но это не говорит о гражданах. Граждане между собой как раз очень хорошо относятся к друг другу. Ну, наше поколение, да, после 30 малолетки, которые растут, естественно, у них есть слава Украине, и пути на грецер. В общем, они ничего не знают, хотя даже не знают, где находится Украина, кто является столицей этого нового европейского государства. Спасибо, у нас вопрос на первый взгляд. То есть идти к консулу, да, за поддержкой. Но это если ты российский гражданин, не более-то. Да, я вот о чем хотела вас спросить. Почему вы выбор ваш сделали на политической тематике? Чем это стал выбор? Все-таки у вас первая профессия вполне мировлюбивая, то есть только благодарных тем. Знаете, когда мне в первую профессию принесли однажды на... Это о благодарность профессии, да, вот если я говорю честно. Когда мне в первую профессию принесли недоеденное, и потом сказали, мне все равно выкидывают дочка. Ну, как-то вот, ну, не очень у нас благодарные пациенты кардиореанимации, на самом деле. Так получилось. Так получилось, было объявление в газете, что требуется телеведущая. Я пошла, меня в зале. Дальше больше из одного города, в другой, в третий, в четвертый. Потом уже на федеральном уровне. Видимо, так сложилось, и я не жалею об этом выборе. Мне нравится. Политическая тематика. А что, у нас есть что-то другое? Есть. Есть. Кто? Ну, вот мне интересно понять, почему русских журналистов и вообще россиян считают агрессорами на генитаре русофобия. Мне интересно разобраться в политическом процессе. Ну, чтобы не скользить, надо разбираться. Вот, знаете, я не подскользнулась, когда меня вот ошибы дворяли. Или вы считаете, что я ошибу? Нет, это ошибка. Нет, просто, это тема не скользкая. Это есть однобокое ее проявление, и показанное с одной стороны, то есть показывает, что Россия агрессор. И когда показываешь с другой стороны, что, в общем-то, ребята, у вас тоже бревна-то в глазу торчат все очень серьезные. Да, если Вайра Викифайберга, она всего пять лет жила в Литве, чтобы, ой, в Латвии, простите, чтобы считаться латышской, пять. Она не знала латышского языка, она говорила с акцентом за то, что за это ее латыши и не любят. Но ее выбрали, потому что она ходила в латышском платье. А потом, те, кто стоял на баррикадах, русские, ну, русскоязычные, сделали людьми второго сорта. Это не моя фраза, это цитата бывшего министра иностранных дел Яниса Йонкинс, который покинул политику после того, когда увидел, что русских настолько вагурируют. Когда они говорят о каких-то субъекциях и материальных ценностях наших правителей, ну, не правителей, нашего правительства, нашего президента, они почему забывают упомянуть свои? Почему они забывают упомянуть свои? Потому что дача Косыгина считает это ее собственность, и она в ней будет жить. Почему она считает, что надо семь мест на кладбище, которые закрыты мемориалом считается? Вот зачем ей семь мест на кладбище? Ну, то есть, если бы у нас в стране сейчас узнали, что кто-то хочет кусочек кремлевской стены, вы не представляете, что бы в мире висело, да? Я не знаю, недели бы три муссировалась эта тема. А там может. Потому что она своя. Вот. Я адресую. Простигал у нас вопрос на средний минуту. Скажите, пожалуйста, ну, я понял тему война против российских журналистов. А есть то, что вам понравилось? Лапе? Да, секундочку. Что бы такое же сказали, вот было бы здорово у нас так было. А я не говорила, что мне там не нравится. Я поэтому хочу узнать, что вам понравилось. Мне нравится чистота на улицах. Мне нравится сохранение старинных архитектур. Мне нравится кухня, да? Она самобытная, можно. Есть некоторые моменты, которым можно поучиться там, допустим, культу и общение у тех людей. Ну, опять-таки, это надо учитывать профессиональности, ну, национальности, до каждого свое. Видимо, в Литве мне нравилась сильная ухоженность и чистота. Ну, когда ты узнаешь, что стоит за этой ухоженностью, за эту чистоту, становится неприятно. Ну, и что стоит? Ну, а что стоит? Ну, скажите. Ну, понимаете, какие колоссальные штрафы за это за все. Так это плохо, что чистота и большие штрафы? Ну, ну, как говорится, если бы у нас в России такое вели, такие наказания, что-то еще, то вы бы первые раз были. Сказали, что это нарушение права человека. Ну, вы считаете, что это нарушение права человека? Ну, я считаю, что это нарушение права человека. Определенные вещи, да, вот это и есть нарушение права человека. Там не то, что по ухоженности, там очень сильно процветает стукачество в этом плане. То есть он может сам выкинуть мусор, но если ты это сделал, он позвонит и посчитает своим долгом донести. Это полицейское государство. Вот это не нравится. Ну, пожалуйста. Владимир, Санкт-Петербургское землячество Крыма. Вот в 13-м году, вот в этом зале присутствовал писатель Герман Садулаев. Чеченский писатель, очень интересный. Он сказал такую интересную фразу. На русском народе живого места нет. Если русские решат почесать свой Холокост, в мире мало не покажется. Как вы считаете, почему до сих пор не освещаются вот эти проблемы русского Холокоста? И второй вопрос. А что такое братский народ? Братский народ... Я начну со второго, наверное. Братский народ... Для меня братский народ — это сербы. Это наши сербушки, которые считают, до последнего держится. Они разделяют нашу культуру, они разделяют нашу религию. Они пытаются нам как-то помочь, хотя бы добрым словом поддержать там. Вот для меня сербы братский народ. Болгары тоже братские, но они всегда есть немножечко у них там свое еще осталось. И они очень сильно обижены на то, что мы в 90-е не смогли как-то их поддержать. То, что мы сами чуть не остались у разбитого корыта, это никого не интересует. У них есть некоторая обида, но они пытаются тоже наладить с нами отношения. Ну вот для меня братский народ — это сербушки, которые поддерживают, как бы их там не вводили против них, какие-то тоже там негативные действия были. Они пытаются вот сотрудничать как-то. Для меня вот это братский народ. А то, что касается Холокоста против русских? А зачем? Зачем кому-то мстить? Зачем кому-то? У нас другой менталитет, мы его прощаем. Вот меня задавали несколько раз вопросы. Ты хочешь, чтобы вот так вот российские, из России тоже выгнали жилорганисты? Зачем? Зачем им подопляться? Зачем им подопляться? У нас была война, мы помним это все. Это достаточно того, что мы помним. Достаточно того, что мы 9 мая идем в смертный полк. Я надеюсь, наши деды, дети и внуки пойдут. Это самое главное. Вот нам нужно просто про это рассказать. Омстить, что-то там, признавать геноцид. Да, зачем? А кто? Кому это нужно? Да, никому это не нужно. Признание колокоза не означает вместе? Да. Ну, возможно, но у нас нет русских колокозов на самом деле. Как таково. Все равно вопрос на первом месте. А что значит признание колокоза? Ну, что мы добьемся тем, что мы признаем? Что было российских, русских колокозов? Что? Ну, что? Дианок даже. А можно спросить, что человек понимает под русским колокозом? Вот именно, да. Вот просто я, чтобы вы понимали, у меня муж еврей, я тоже. Горя, помолк. Ну, я же задавала. Я хочу понять, что вы не могли бы западать о них. Что русских сжигали в печах. Сжигали. Сжигали. Что вы хотите сказать? Нет, что ли? Вы были в осминцах, я была. Я в Бухенваде. И Штуткофе я была. И Бухенвадь был. Вы что, не сжигали русских? То есть по национальному признаку. А фашизм разве не делит людей по национальному признаку? А по какому признаку? А фашисты делили по национальному признаку. Так а я поэтому говорю, а фашисты по какому признаку делили? Я говорю, они что, вы не сказали русских как русских. Славян они уничтожали, как нас. Славян они не уничтожали, как нас. Поговорите об этом с поляками. Поговорите об этом в Освенце Мяушвиц. Они вам там расскажут, как уничтожался, кто и за что. Сколько уничтожили Ильяев и сколько всех остальных? Скажите, пожалуйста, сколько в Освенце уничтожили? И потом будем рассказывать. Эти плайки. А вы были в Освенце? Я задала вам вопрос. Вы там были и уничтожили? А я была. Вам достаточно этого? Я говорила с сузниками Освенцима лично. И была в Штутгофе. И говорила здесь с людьми там. Вы. Я люблю свою профессию только за то, что я с людьми напрямую общаюсь, а не черпаю где-то изнутри. А я не изнутри, я из документов, архивных. Ну хорошо. А я лично с сузниками разговариваю, которые рассказывают и про солдат России. У человека можно сказать все что угодно. Ой, а написать тоже можно все что угодно. У нас учебники истории переписываются. Видите, какие учебники истории? Так и архивы можно переписать. А у меня там вопрос, Борис. Уважаемые друзья, давайте мы продолжим дискуссию в рамках нашей беседы. В микрофон, пожалуйста.